Привет, я Стас Давыдов! Вы прикиньте, сегодня день хот-дога, так что если увидите перед собой сочную сосиску, немедленно прячьте ее между двумя булочками, ибо обнажать сосиску в такой день грешно. Первое видео прислал Геодин Юн, и оно про обычного индийского супермена. У них там походу андерменов вообще нет. Да, это человек, который грузит мотоцикл на автобус. По логике теперь нужно загнать автобус в самолет, а самолет загрузить на корабль. Ну а корабль в яйцо, яйцо в утку, ну и дальше по накатанной схеме. И не переживайте за шею этого парня с мотоциклом на голове. В Индии столько народу, что даже если что-то случится, его будет не жалко. Ну вот, мне точно не жалко будет. Вот по видео выходит, что мотоцикл нужно поднимать пятером, а башкой и одного индуса хватает. Ну вот что значит людей учат с детства головой работать. Нет, ну это определенно фейк. Ну вот посмотрите на это видео повнимательней. Видите? Нет, вы видите? Видите хоть одного танцующего индуса? Вот и я не вижу. Хрень какая-то. Ну не могут индусы не танцевать. Я про них все знаю. Одно я знаю наверняка. Этот парень мог бы забрать немало призов на конкурсе странных шляп. И это хорошо. Второе видео нам высморкали ноздри. Спасибо вам ноздри. И помните, не ковыряйтесь в себе. А, да, видео. Все нормально, ребята. Все круто. Это Россия. Видео такое же свежее, как курица в этом супермаркете. Но недавно почему-то обрело второе дыхание. А курица не обрела. Ну, хоть коты у них свежие. Ваще котяра молодец. Огонь бах. Давай живи. На полную. Это еще что? В Северной Корее на полках лежат живые собаки. И предатели Родины. Кстати, на предателей Родины скидки. Все нормально, ребята. Все круто. Это Россия. Господа, ничего страшного не произошло. Если котяру поймать и как следует приготовить, на ужин у вас будет отличный фаршированный курицей кот. А что, вы думаете, что в ресторанах что-то другое едите? И, может, это зоомагазин. Там можно купить либо кота, либо мертвую курицу. Ну, мало ли кто какого питомца себе хочет. Котяра молодец. Огонь бах. Давай живи. На полную. Говорят, не повезет, если белый кот в магазе мясо жрет. Да и правда не везет. Ведь магазин теперь закроет санэпидемстанция. И это хорошо. Третье видео прислал злой майонез. Ну нет, чувак. Майонез не может быть злым. Майонез это добро. С майонезом любая еда вкусней. А видео про мужика, который режет лимоны. Да-да, лимоны режет. Вот. Ну давай. Похвастайся теперь своими рекордами, фрут нинджа. Судя по тому, как он торопится, у него поступил очень, очень большой заказ на чай с лимоном. Однажды эти желто-зеленые ублюдки прыснули ему соком в глаза и прикончили его сенсея. С тех пор он ненавидит лимоны и решил посвятить их разделке всю свою жизнь. Каждый день он упивается лимонным геноцидом и утопает по локоть в их жгучем соке. И называют его Сэмурэй с кислым лицом. А еще по ночам он подрабатывает конюхом-коновалом. Его классическая кастрация табуна мустангов за три минуты пользуется бешеным успехом. Но давайте не отходить от темы. Эх, везде обман. Это видео длится целую минуту, а бомбочка так и не вылетела. Ну или хотя бы окровавленный пальчик. Мог бы хоть неудавшиеся моменты в конце вставить. Глядя на все это, могу сказать только одно. Не кисло он так может 31 декабря салатов нарубить. И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если находите интересное видео, присылайте вот сюда. А свои это хорошо к нам на Яндекс почту. И до вторника. Я обожаю интернет! Но майонез не может быть злым. Майонез это добро. С майонезом люб... Люб... Да... Белый кот в магазе мясо жрет. Да и правда не... Ты распустился. Ахаха хахаха Уууууууу ЧеловексяAs басla выдава.